Здравствуйте, это Viva Telecom, и у нас сегодня будет ролик про солнечную панель производства компании S-Module. Я ссылку в описании видео дам, то есть S-Module они называются, а сайт у них называется S-Module. Просил у нас заказчик один проверить, на что способны современные солнечные панели. Сейчас вот солнце как раз, покажи, в зените фактически, да, время 11-20 местного и 30 градусов жары почти, ну, сколько я тут не вижу, отсвечу, 25 градусов. То есть, ну, батарея, солнечная панель должна в такое время работать максимально эффективно. Мы, конечно, еще не достигли такого уровня, чтобы захватывать большое количество энергии солнца. То есть, есть информация, что солнце за одну минуту отдает столько энергии, сколько человечество все потребляет за целый год. Ну, это не точно, но примерно так. До сферы Дайсона нам еще очень далеко, конечно, но вот посмотрим, насколько современные панели имеют высокий КПД. Что у нас будет для проверки использоваться? Адаптер, я специально фотографию вам приведу, он поддерживает быструю зарядку. Соответственно, телефон Android и будем измерять ток, который подает, способна обеспечить панель с помощью вот этого индикатора USB. Теперь к самой панели. Поставляется она вот в таком чехле камуфлированного цвета. Сама панель представляет собой, паспорт идет в комплекте, представляет собой вот такую складывающуюся панель из четырех элементов. И на выходе она имеет вот такой разъем цилиндрической формы. Вот это идет в комплекте, то есть здесь два провода идет для подключения к панели. Соответственно, первый провод идет с прикуривателем, второй провод идет с двумя крокодилами, то есть вы куда-то можете подключить питание. И также за дополнительные деньги мы взяли вот такой модуль USB специально для того, чтобы проверить, насколько быстро будет заряжаться телефон. Вот такой модуль называется он модуль USB 3A QC, то есть Quick Charge, поддерживает быструю зарядку. Он модуль представляет собой вот такое устройство, то есть мы сейчас подключим его и на выходе получим какой-то ток максимальный. Я сейчас тогда ее расположу под прямыми лучами солнца и подключу тогда зарядку. Так, ну питание подается и видно все плохо. Ну что я вам скажу, очень-очень слабо. Сможешь посмотреть ток, выходное напряжение 6 вольт, ток 0,02 ампера всего лишь. То есть телефон даже не реагирует на зарядку таким током. Очень слабенько пока. Так, ну давайте я еще попытаюсь вот так вот наклонить, да, потому что солнце немного под наклоном находится сейчас. Давайте вот так расположим. Нет, мы не добились ничего хорошего. Вот так 0,02 ампера всего лишь и идет. Ну то есть эффективность солнечных панелей до сих пор еще очень и очень низка. Используются кремниевые пластины, но они, ну вы замучаетесь заряжать телефон. Понятное дело, что площадь приема или площадь самой панели должна быть намного больше. Ну и сама эффективность панели, возможно, не очень в данном случае. Ну да, стабильно 0,02 ампера всего лишь мы получаем. Давайте я еще вот так вот расположу, попробуем. Я думаю, что эффекта сильно большого не будет. Да, 0,03 ампера. Ну очень мало. Так что чудес пока, пока чудес не бывает. Мы сейчас еще, конечно, попробуем что-то повращать, но я думаю, что результаты лучшего мы уже не добьемся. Все. Пишите комментарии, кстати, ссылки я на производителя дам. Мы, кстати, и Goal Zero еще проверяли такое же устройство, только там используется как буфер аккумулятора. То есть идет сначала ток на зарядное устройство, и оно заряжает аккумулятор, а потом уже с аккумуляторов заряжает, например, гаджеты. А здесь все сделано напрямую, ну и, как видите, эффективность очень мала. Смотрите, проводили эксперименты дальше. Возможно, от разогрева панель начинает более эффективно работать. Я вам фотографию приведу до 1 ампера. Иногда доходит ток, ну что уже достаточно солидно с такой небольшой площади. Ну и, естественно, зарядка идет на телефоне. Давайте я еще раз сейчас посмотрю. Ну вот на данный момент, да, почти 1 ампер. 99 сотых ампера идет ток. Так что все-таки, наверное, стоит ее сначала, во-первых, разместить под прямыми солнечными лучами, во-вторых, чуть разогреть, наверное, потому что как эффективность ее увеличивается. Да, вот опять почти 1 ампер идет. Ну-ка, если я вот хотя бы вот эту часть, да, закрываю, уже всего лишь 1 сотая ампера начинает течь. Здесь, видимо, хотя непонятно почему так. Так, да, вот 1 ампер почти. Так что все-таки, все-таки можно в каких-то критических ситуациях этим оборудованием пользоваться. Все, всего вам доброго. До свидания.